Новый iPad 2017 года. В Apple его прозвали просто iPad, решив окончательно запутать умы людей, детально не разбирающихся в девайсах компании. Пришел он на смену второму Air, вытеснив очень успешный планшет с линейки актуальных устройств. Здравствуйте дорогие друзья, в этом видеоролике я расскажу о всех нюансах самого дешевого iPad, так что будет интересно ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Совершая покупки через интернет обязательно пользуйтесь кешбеком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик, вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве разнаграждения Мегабонус дарит до 50% от кешбека приглашенных друзей. При этом у друзей кешбек не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Дизайн в целом не изменился. Новинка стала чуточку толще и немного тяжелее, но заметно это только при сравнении гаджета лоб в лоб с предыдущим поколением. Плохо, что в Apple решили не заморачиваться и, к примеру, не добавили стереодинамики в круг, как у iPad Pro. Два динамика на одной стороне звучат не так объемно как на прошке, да и основная ориентация устройства альбомная, отчего звук уходит только в одну сторону. Переключателя бесшумного режима нет, грандевственно чиста. Отпишитесь в комментариях пользовались ли вы этим элементом управления именно на iPad. На iPhone и так все понятно. Что нужен? Коннектора для Smart Keyboard нет, Touch ID второго поколения и работает моментально. 3.5 мм джек не убрали и слава богу. Расцветок 3. Серый космос, серебристый и золотой. Модного розового нет. Дисплей. IPS матрица, разрешение, плотность пикселей полностью идентичны второму Air за исключением двух позиций, одна из которых ключевая. Между защитным стеклом нового iPad и дисплеем есть воздушная прослойка. Матрица немного утоплена в корпус и не ощущается на кончиках пальцев, как в любом флагманском решении компании. Это даже заметно при сильном нажатии на стекло. Оно попросту продавливается. Искушенному почитателю гаджетов Apple этот момент поначалу может не понравиться, а потом привыкаешь и не обращаешь на это внимания. Зато в случае ЧП заменить стекло по отдельности будет дешевле, чем менять весь дисплейный модуль как в том же Air или Pro. Второй нюанс. Поддерживается технология Night Shift как в прошке. Дополнительные сенсоры позволяют подстраивать температуру картинки под стать окружающему освещению, делая изображение более приятным. Ни о каких 120 Гц можете не мечтать, даже iPhone X остался в пролете. Железо. Главной особенностью нового iPad стало наличие нового старого процессора Apple A9, выполненного по 16 нм техпроцессу и усовершенствованный графический ускоритель. Процессор хорошо знаком по iPhone 6s, его плюсовой версии и SE. По синтетическим тестам компоновка нового iPad обыгрывает связку раскаченного Apple A8X и графического ускорителя прошлого поколения, используемых в Air 2 и разумеется значительно проигрывает любой прошке, особенно в однопотоковом режиме. На практике планшет отлично работает и при серфинге по системе, даже на последнем обновлении iOS 11 и при гейминге в тяжелых проектах вроде танков, сопроцессор отслеживающий движения владельца версии M9. Память. Что касается оперативки, без изменений, 2 гигабайта, чего в принципе хватает. Для хранения информации осталось два варианта на 32 и 128 гигабайт. Основная камера на 8 мегапикселей. Ни о каких оптических стабилизациях, 4К и высокофреймовом Slow Mo в 240 кадров можете не мечтать. Днем снимает неплохо, в условиях искусственной и недостаточной освещенности все похуже. Текст сфоткать и распознать хватит. Появилась возможность снимать живые фотографии на обоих камерах. Единственное чего мне не хватает вспышки. Фронтальная камера, лучше о ней не вспоминать. 1.2 мегапиксельное мыло с натяжкой годится для видеозвонков. Bluetooth модуль версии 4.2. В модели Cellular имеется слот для nanoSIM. При этом присутствует поддержка виртуальных операторов через чип Apple SIM. Раньше такого не было. Разумеется модель работает в LTE сетях, жаль что ограничения на скачивание приложений нельзя снять. Хоть и увеличенный, но по-прежнему смешной лимит 150 мегабайт через сотовую сеть расстраивает. Несмотря на то что корпус стал толще, время автономной работы осталось прежним. 10 часов без подзарядки. Результат конечно достойный, но чем больше тем лучше. А больше не стало. Аксессуары. Комплект поставки стандартный. Брошюры, наклейки, метровый кабель, зарядка и все. В целлулар версии еще положат скрепку. Разница в комплектации самого дешевого iPad 2017 года и самого дорогого из планшетов компании, а это я про 12,9 дюймовую версию вы не заметите. А жаль, больше всего не хватает наушников, которые, как исторически сложилось, никогда не кладут в коробку к iPad. Хотя по сути iPad куда более мультимедийное устройство. Ни Smart Keyboard, ни Apple Stylus с дешевым iPad не работают. Единственный аксессуар, который можно докупить именно для модели 2017 года – обложку Apple Smart Cover. Не густо. Самая главная вещь, которая перекрывает все недостатки этого планшета – цена. iPad 2017 года самый дешевый планшет за всю историю – 330 долларов в США и 25 тысяч рублей в России. Подводим итоги. Планшет по соотношению цена-качество получился идеально сбалансирован. Да, в нем интегрированы некоторые архаичные решения и нет той новизны, которая веет от прошки. Но это два совершенно разных устройства. iPad Pro больше нацелен на работу, а затем на развлечение и он идеально справляется с обеими задачами. Но цена. Если у вас есть возможность купить даже iPad Pro, то просто задумайтесь, нужны ли вам те излишки в функции и производительности, чтобы платить за них почти двойной ценник. Если вы не играете в производительные игры, не рисуете стилусом, не печатаете как журналист и не фоткаете на камеру, то смысла в покупке iPad Pro попросту нет. Окупив iPad 2017 года и удовольствие получите и серьезную денежку сэкономите. Устройство оправдывает свою цену на все 100%. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.